Созданная при правительстве комиссия по борьбе с самшитовой огневкой ведет активную работу, подчеркнул первый вице-премьер Шамиль Адзенба. В ход идет разная техника, дельтапланы и тракторы. Борьба с паразитом ведется на всех фронтах. Однако благоприятные погодные условия способствуют активному росту численности огневки. Борьба с вредителем производилась в несколько этапов, рассказал главный эколог страны Савелий Читанава. Когда мы входили в лес, что было и что стало потом, конечно, действие препарата было очевидно и это радовало. Последняя атака на самшитовую огневку была в конце сентября. По словам экологов, теперь вся надежда на природу. Химикаты, безусловно, приносят пользу. Однако наибольший вклад в борьбу с паразитом сейчас могло бы внести резкое похолодание. По биологии своей эти огневки уходят в спячку. Они окуклились, они подготовились к зимовке. Мы хоть и надеемся, что, если и молимся, и надеемся, у нас в управительском угрименте таких холодов периодично, в 10-15 лет бывает, но мы молимся, чтобы в этом году были бы холода. Хотя по литературе известно, что холода не очень такая серьезная помеха для них. Если бы погода резко изменилась, наступили бы холода, то 4-я стадия оказалась бы ущербна, и гусеницы 4-го поколения не смогли бы развиться до конца. И таким образом запас насекомых в природе, которые могли бы лететь весной, оказался бы минимальным. Многие самшитовые деревья уже полностью лишились листвы. Однако, как отмечает директор Института экологии Роман Дбар, это далеко не значит, что самшит мертв. Осенняя вегетация показала немало новых ростков. Нам нужно серьезно готовиться к весенней вегетации, которая будет более активной. И в этот момент, когда еще будет небольшое количество листвы на деревьях, деревья окажутся наиболее уязвимым состоянием. Если в этот момент мы позволим огневке уничтожить молодые побеги, то это будет фатально. То есть тогда самшит точно в течение двух лет, оказавшийся без листвы, не сможет оправиться от этого удара. И это может нанести совершенно непоправимый ущерб. Правительством республики предприят ряд мер по обеспечению экологов необходимым инвентарем для борьбы с огневкой. Основным методом по-прежнему остается химическое опрыскивание. И когда растения получают противодействие вредителю вовремя, то практически надолго, на две генерации, сохраняется и листва. Там, где провели вовремя лечение, те растения практически оживают. Нашей главной задачей является сохранение уникального самшита на территории республики. Бороться нужно за каждый куст, подчеркивают экологи. Уже известны случаи, когда частные лица пытались завладеть заповедными территориями под предлогом того, что самшит там уже пропал. Деревья, стоящие без листьев, некоторыми воспринимаются как сухие. Это абсолютно не так. Это живые деревья. И ни в коем случае нельзя допускать возможности их порубки. С другой стороны, ни в коем случае нельзя даже планировать ни администрациям, ни каким-либо другим хозяйствующим или частным субъектам возможность развития на этих площадях чего-либо другого, помимо самшита. Потому что это заповедные территории, и никто не может рассматривать их в дальнейшем под какие-либо другие цели, кроме как использования заповедных целей. Хотелось бы сказать, что эту территорию ни в коем случае, даже теоретически, гипотетически никак не рассматривали. Если какие-то потери, я думаю, все-таки будем реалистами, будут. Но самшит, он тут, как я сказал, тысячи лет даже, по-моему, даже больше. Уверен, мы этого не знаем. Но, наверное, были в истории самшита и трагические, и тяжелые случаи. Тем не менее, он есть, сохранился. Безусловно, некоторые насаждения потеряны безвозвратно. Однако, их можно воссоздать. С этой целью специалисты рассматривают формирование банка семян самшита.